Здравствуйте, наши уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня мы поговорим о судьбоносном, чрезвычайно важном событии, которое взбудоражило все информационное пространство не только нашей страны, но и далеко за ее пределами, это послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию. Итак, 16-е послание, о чем говорил наш президент, мы сегодня обсудим об этом, но через призму запросов и интересов граждан Твери и Тверской области. Сегодня у нас в студии эксперты. Дмитрий Нечаев, депутат Тверской городской думы, заместитель председателя комитета по соцполитике, Вадим Рыбачук, председатель общественной палаты города Твери, Александр Бутузов, председатель общественной палаты Тверской области, И Сергей Козлов, заместитель председателя Комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области. Друзья мои, конечно, сегодня представительство очень значимое на нашем публичном обсуждении. И я думаю, в первую очередь, конечно же, дать слово Александру Анатольевичу, который непосредственно присутствовал в Манеже, когда президент озвучивал свое послание. Итак, какая была атмосфера, Александр Анатольевич, что вам в первую очередь запало в душу и в сердце? Сергей, я могу сказать следующее, что 15 января я встречался пятый раз с президентом России. И надо сказать, что все встречи с президентом незабываемы. Никогда не бывала встречи с какой-то ослабленной повесткой дня. И вот в этот раз то же самое это чувствовалось. Выступление с самого начала приобрело такой сильный, хороший заход на социальную тему. И надо сказать, что выступления президента первые полчаса непрерывно прерывали аплодисментами. Это говорит о том, что те вопросы, с которых он начал свое послание, оно сегодня волнует всех нас. И как председатель палаты Тверской области я это могу только подсвердить. Сегодня обращение и многодетных семей, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации к нам, непрерывно показывает, в какой тяжелой ситуации сегодня находится нередко многодетная семья. И когда президент именно с демографией начал свое выступление, конечно, я думаю, иной реакции быть и не могло. Все это мне говорит о том, что это наш президент. Это президент, который держит руку на пульсе основных социальных проблем нашей страны. Это здорово. Ну вот знаете, как эксперты как бы обозначили основные тезисы этого доклада. Правильно, как вы обозначили. Начало послания, конечно, было о демографии. И вот программа мат-капитала, ее продлят, выплата вырастет и будет положена в том числе на первенца. Далее, выплаты родителям, горячее питание школьникам, доплаты классным руководителям. Следующее, большее количество мест в школах и вузах. Ведь речь идет еще в том числе о увеличении бюджетных мест в медицинских вузах. Мы знаем, насколько сегодня там все непросто. Поликлиники отремонтируют на 550 миллиардов рублей. Далее, статья об ОПГ для бизнеса будет скорректирована, а регионам вернут часть налогового вычета. Далее, интернет всем и каждому. Следующий посыл. Новый Конституции не будет. Однако, значительно повышается роль муниципалитетов. Следующее. Возрастает роль парламента. Премьера будет утверждать Госдума. Требования к чиновникам закрепят в Конституции. Ну и, конечно же, поправки в Конституцию вынесут на всеобщее голосование. Предварительная дата обозначена 12 апреля. Ну так вот, чего же нам ждать? Сергей Евгеньевич, хотелось бы спросить у вас. Вы и заместитель председателя профильного комитета, одновременно вы руководите самой значимой больницей, медицинским учреждением региона. Как вот вы видите, чем это может обернуться для области и города, в какие сроки и на что мы настроены? Я думаю, что это обернется все зависит от того, как мы будем работать здесь на местах. А так, конечно, очень приятно, что президент действительно поднял те вопросы, которые беспокоят простых людей. И прежде всего, социальные вопросы. То, что действительно волнует обычную семью, обычного человека, это здравоохранение, образование, уровень жизни. Потому что все хотят жить нормально, чтобы у них были дети, нормально питались, нормально одевались. То есть, те вопросы, которые на самом деле беспокоят миллионов. Сейчас прошу прощения, мне сигнализирует у нас звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Анатольевич. Я хочу обратиться к нашему депутату Сергею Козлову. Он главный врач областной больницы. Вот у нас на прошлой неделе все врачи травмпункта номер 6 подали заявление на увольнение. Вы знаете, я два года назад сломал руку и действительно могу засвидетельствовать, что условия очень нехорошие. Освещение, разбитый асфальт, рентген находится в другом корпусе. У меня убедительная просьба ко всем вам собрались. Наведите, пожалуйста, в этом отношении порядок. Хотя бы один травмпункт, который был бы соответствовал всем требованиям. Чтобы туалет там был, понимаете. Это результат понимательного отношения к тому. Этот вопрос по травмпункту нужно было решать еще несколько лет назад. Понимаете, товарищи дорогие, обратите, пожалуйста, внимание. Хорошо, спасибо. Ваш вопрос понятен. Я думаю, что Сергей Евгеньевич возьмет его тоже на контроль. Сейчас я прокомментирую. Да, и несколько слов. Действительно, вопрос о оказании помощи в травмпунктах уже давно беспокоит медицинское сообщество. Мы давно уже этим занимаемся. На самом деле, просто не хватало и средств отремонтировать все эти поликлиники. Но это не главное. Купить среи рентгеновские аппараты, которые сейчас вышли из строя, и там отремонтировать, это на это средство можно изыскать. Но самая большая проблема – это кадры. У нас не хватает травматологов, которые работают вот в этих травмпунктах. Почти все врачи убежали работать в частные центры, и мы, конечно, сейчас латаем дыры. То есть закрываем эти графики с трудом. Никто, конечно, из шестой больницы не уволился и увольняться не собирался. Это так называемый, как крик отчаяния. Конечно, понятно, что они своего руководителя пытались стимулировать таким образом. Я знаю, что, по моим данным, никто не уволился, все будут работать. Но, конечно, таким образом подстегнули руководство и больницы, и Минздрава, чтобы все-таки эту проблему решать. И я думаю, что мы всем миром, всем медицинским сообществом будем сейчас решать эту проблему. Ну, а президент на послании, конечно, нам в этом поможет. Потому что то, что сказал, что нам выделят квоты на целевиков, целевое поступление... То есть лечебное дело 70%, педиатрии 75%. Это, конечно, поможет решить эту проблему. Потому что после того, как отменили распределение, стало очень сложно комплектовать врачами различные районные больницы, маленькие поликлиники. Потому что все рвутся в крупные больницы, в столице, в частной клинике. И это, конечно, проблема, которую, я думаю, что вот это послание, оно должно помочь решить. Потому что здравоохранение сейчас стоит на первом месте по количеству тех проблем, которые вот вы озвучили. Ну, это очень важно. Во-первых, этот вопрос как раз подстегнул градус обсуждения в той его части, что все-таки запрос на перемены и на улучшение качества жизни у населения возник. Люди ждут перемен, ждут перемен к лучшему. И президент Путин продемонстрировал, что он эти запросы слышит и уже начинает на них откликаться. Самое главное, что губернатор будет получать количество квот на целевое обучение столько, сколько нужно в губернии. Потому что есть регионы, где, конечно, такого кадрового дефицита нет. Ну, сейчас оставайтесь с нами, а мы уходим на рекламу. И так, мы снова в студии. Вадим Борисович, ну что ж, как у нас общественная палата города оценивает вот это важное событие, выступление президента? Те тезисы, которые мы с вами упомянули в послании. Чего ждать городу? Как вы это видите? Сергей, нам это важно, не как даже общественная палата оценит, либо какой-то другой институциональный орган, а как граждане оценивают это. И задача общественных палат – это, прежде всего, мониторинг ситуации. Да, конечно, как вы в начале разговора сказали, это был определенный повод, информационный повод очень яркий, который привлек к себе внимание. Огромное количество вопросов, интересные предложения в плане изменения Конституции, хотя не до конца понятные, правда, для меня как человека. Плюс непонятно мне несколько ситуаций с судебной системой. Ну, надеюсь, что все это прояснится в процессе обсуждения публичного этих вопросов всех. Хотя... А к тому моменту, как вы начнете мониторить, вы уже разберетесь в сути этих поцелов? Мы уже сейчас мониторим. Подождите, а что значит разберетесь? Вот вы разобрались, как будет меняться судебная система. Я думаю, что никто из экспертов здесь, включая меня, не может четко сказать об этой ситуации. И что мы в итоге получим? Ну, сказать, что она будет меняться к лучшему, не сказать абсолютно ничего. Потому что под всеми тезисами Владимира Владимировича любой из нас сейчас подпишется. Как коллеги сказали, социальная направленность, она стопроцентная, она ярко выраженная, она важна. Люди хотят перемен. Но в то же время, Дмитрий Анатольевич, когда ушел в отставку вместе с кабинетом, он сказал, Да, задача улучшения материального состояния граждан, увеличение доходов населения, это задача, которая будет стоять перед следующим правительством. Наше правительство ее не смогло решить. Честно и откровенно, по крайней мере. Вот она, глобальная проблема. Но в то же время он сказал, что он удовлетворен в целом деятельностью ушедшего в отставку правительства. Слушайте, удовлетворен Медведев, но не удовлетворены граждане. Практически все люди, с которыми я обсуждал эту ситуацию, послание, отставку, изменение в Конституции и так далее, однозначно говорили, что они не удовлетворены деятельностью премьера и не удовлетворены деятельностью правительства. И начинали рассказывать почему. Начиная от здравоохранения проблем с первичным звеном и заканчивая мусорной реформой в Тверской области. То есть ситуация-то, она, в общем-то, понятна. Но все будет зависеть от того, как послание президента будет трансформироваться в регионе, в муниципалитете, в городе Тверь, в Тверской области, в Осташкове и так далее. Как вы оцениваете тот посыл, что было обозначено больше власть муниципалитетом, больше полномочий? Отлично. Мы всегда за это выступали. Я помню, Сергей Евгеньевич, в прошлом созыве городского собрания, у нас одна из задач, которая постоянно трансферилась в ЗАГС Собрание Тверской области и в региональное правительство, это перераспределение полномочий, больше возможностей для муниципалитета. И финансовых, и нормотворческих, и законодательных. Люди должны иметь возможность, иметь тот рычаг влияния на ситуацию, которая к ним намного ближе, чем власть в городе Москве. То есть задача приблизить власть к населению или наоборот? Или население к власти? Да. Власть к населению. Власть к населению. Понять те механизмы, которые есть у населения для выражения своих желаний или своих потенциальных чаяний, они должны быть им понятны. И должны быть, грубо говоря, в одном шаге от этих самых граждан. Ну, что вы и говорите, власть должна быть ближе к населению. И у муниципалитета должны быть рычаги изменения этой ситуации. А что иногда получается, мы там какие-то идеи обсуждаем в городском парламенте, в общественной палате, либо еще в каких-то структурах. А в итоге потом все убирается в региональное правительство или в федеральное законодательство и не решается. Вот от этого надо уходить. Та же самая социальная идея, которая уже давно, собственно, классная со всех сторон, это выдача земельных участков многодетным семьям, семьям, которые имеют трех и более детей, она в Твери не реализована. То есть хорошая инициатива, да? Совершенно классная инициатива президента, тоже выдвинутая была на одном из посланий федеральному собранию. Но мы не смогли ее реализовать, и надо в этом признаться честно. И негатив, который возник в связи с этим, он намного больше, может быть, даже, чем сама эта прогрессивная идея. И вот нам необходимо, чтобы идеи, которые сегодня высказаны были первым лицом государства и обсуждаются на уровне федерации, правительства, конституционного суда, Госдумы, они имели возможность реализации в регионах. Ну, я позитивно, конечно, оцениваю эту историю, прежде всего, исходя из того, что было заявлено о продолжении реализации нацпроектов. Нацпроекты сегодня это тот локомотив, который может изменить ситуацию. Вы считаете, что они будут тесно увязаны с позитивными изменениями, о которых сказал президент в своем послании? Мне кажется, позитивные изменения будут увязаны с реализацией нацпроектов. Сегодня денег выделяется достаточно много. Полномочия по реализации нацпроектов, они переданы фактически на места, к чему, собственно, мы и стремимся, о чем президент говорит, как мы видим. И если это будет продолжено в 2020-2021 и, как декларируется, до 2024 года, то фактически очень много вопросов мы закроем. Здравоохранение, дороги, образование, социальная политика, цифровизация и так далее. Все эти проекты, они такая позитивная история, которой необходимо, конечно... Я говорю, что не все мы вопросы эти закроем, потому что речь идет только о том, чтобы целевой набор по бюджету, по лечебному делу и педиатрии увеличить, соответственно, на 70-75%, до 70-75%. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это будет растянуто во времени. Через 7 лет. Подготовка специалистов-врачей, она действительно достаточно долгосрочная. Речь ведь шла и о увеличении места аспирантуре, ординатуре и прочее. Если речь идет о востребованных профессиях на уровне региона. Которые нужны сейчас. Которые нужны сейчас. Сейчас. А реализация все-таки будет отсрочена, мы это с вами понимаем. Но в то же время, как вы справедливо заметили, все-таки вот тот негатив восприятия обществом определенных результатов, действительно достигнутых или скорее не достигнутых правительством, да, он послужил, может быть, как раз основой, да, для соответствующего послания. Которое все-таки определенным образом открывает положительные перспективы, но справедливо здесь озвучивают все, если мы к этому подойдем очень, скажем так, скрупулезно, внимательно и будем немало для этого работать. Дмитрий, вот хочу к вам обратиться все-таки на уровне Тверской городской думы. Опять возвращаясь к городу. Очень много вопросов было связано как раз с школьным питанием, с детством. Именно то, что как раз на уровне муниципалитета одна из вот таких серьезнейших проблем на сегодняшний день. Как вы расцениваете? Ну, мы, конечно, были уже с самых буквально первых слов, с самого начала этого послания немножко как воодушевлены. Правильно Александр Анатольевич сказал, что оно было серьезным социальным уклоном. Действительно, его назвали сейчас вот в обсуждении, в пабликах, называют самым дорогим посланием в том плане, что, конечно, беспрецедентная сумма выделяется именно на социальную сферу. Это действительно так. Ну, я работаю в Комитете по социальной политике. Конечно, я в первую очередь обратил внимание на, наверное, вот вы 10 пунктов назвали послание, я на три обратил в первую очередь внимание. Это на демографию как ключевой пункт. И президент об этом сказал, что наше будущее, наша экономика, вообще будущее страны только при том условии, возможно, если у нас будет изменяться демографическая ситуация, которая сейчас пока, конечно, развивается, негативные тренды преобладают. Об этом же неоднократно говорил губернатор нашего региона, что демография – это стоит во главе угла. Второй момент, о котором я обратил внимание, это образование, то, о чем мы сегодня говорили. И третий – здравоохранение. Ну, мы понимаем, что на уровне городского парламента повлиять на радикальную систему здравоохранения сложно, но, тем не менее, это федеральные в основном деньги. И, кстати говоря, в поддержку вот этих 550 миллиардов, которые, скажем, 90% из федерального бюджета пойдет. Но при этом, конечно, и вот мы как представитель комитета по соцполитике, конечно, ну, я не знаю, больше половины, наверное, всех обращений, когда начинаешь встречаться с избирателями, с горожанами, больше половины – это, конечно, люди в основном говорят, как говорят, у кого очень болит, то о том и говорят. Говорят про здравоохранение, в основном про первичное звено. Сергей Евгеньевич представляет уже у нас такое максимальную медицину в Тверском регионе, это областная больница, понятно, что там другой уровень. А вот первичное звено – это когда человек на первый свой прием приходит, когда ему нужно попасть с первым обращением к врачу, не о высокотехнологичной пока идет помощи речи, а элементарной. Первого уровня. Первого уровня. То здесь, конечно, очень много проблем, и вот эти вот озвученные суммы, эти деньги, конечно, они, ну, воодушевляют, мы будем надеяться, как все вот здесь говорили, Вадим Борисович сказал, что главное теперь ими грамотно, умело, эффективно, максимально распорядиться, потому что мы часто знаем, что выделяются огромные суммы на какие-то там даже внутри городского бюджета, и часто бывает, что их возвращают в бюджет, просто освоить даже не могут. Как, например, с теми же вот и про участки мы говорили, в принципе, земель-то полно у нас, крупнейший регион, как три Израиля, а не можем найти земель. В США и у города-то нет земель, как выяснилось, да? Ну, в Калининском районе, не можем, там основная проблема, это я же так вот легко скажу, что просто инфраструктуры нет, потому что люди говорят, что даже электричество, там, бог с ним, да даже фундамент, у нас нет дорог, а при этом мы знаем, сколько стоит один километр дороги, но люди говорят, по скважину мы пробурим, электричество подведем, но дорогу построить, понимаете, что это, ну, многомиллионные затраты, конечно, себе, те, кому помогают, кем у вас могут позволить. Откроет окно возможности вот это послание для того, чтобы всё-таки многодетные семьи всё-таки смогли воспользоваться задекларированные ранее услуги? Я знаете, вот что скажу, вот для чего всё это делается? Для того, чтобы поднять, ну, лучше демографическую обстановку, но при этом мы знаем, что в самых богатых странах она негативная, даже в Японии количество населения сокращается, продолжительность жизни растёт, а число населений сокращается. И вот если, например, взять Швецию и Канаду, то в Швеции уровень поддержки для детей в 5 раз выше, чем в Канаде, а уровень рождаемости ниже, чем в Канаде, хотя и в Канаде он высокий уровень поддержки, я имею в виду. Поэтому прямое здесь вот корреляция я не вижу между мерами поддержки и так далее. Потом ещё вопрос, какие слои населения в первую очередь будут пользоваться этими мерами поддержки, для кого это актуально, я имею в виду, и так далее. Поэтому здесь вопросов много остаётся, выступит ли это каким-то очень мощным импульсом, толчком для того, чтобы у нас рождаемость вышла на новый уровень. Здесь есть вопросы. И ещё у меня вот остался после этого поставления вопрос, совершенно верно, все здесь, кто собрались, говорят, что важно, и вы об этом говорили, чтобы всё-таки, я про экономику мало услышал, пока мы говорим о том, что мы потратим, какие деньги выделяются. Понимаешь, у нас профицитный федеральный бюджет, там 3 миллиарда, 3 триллиона, а здесь идёт речь о, к примеру, не знаю, там, полмиллиард, пол, сколько, 3, и мы выделяем 550 миллиардов рублей. То есть, в принципе, ещё в копилке много остаётся. Но главное запустить экономику в стране, запустить, чтобы она начинала работать, генерировать эти деньги. Потому что пока мы говорим о том, что мы, слава богу, что-то скопили, да, была где-то вот в этом плане взвешенная политика, сбор налогов, всё что-то. Но о том, чтобы запустить, чтобы это стало базисом, субстратом, для того, чтобы дальше начала экономика работать. То есть, правильно, вот и вы, и Валим Борисович сказали о том, что нужно теперь, что у нас первичные, яйца или курица. То есть, нам нужно теперь то ли подтянуть население, чтобы они стали более платёжеспособными, но надо так сделать, чтобы им было из чего платить. Потому что, да, платёжеспособное население запускает какие-то экономически позитивные тренды, да, но нам надо так сделать, чтобы они могли это сами генерировать, чтобы не было такого, когда мы работающих людей причисляем в категории малообеспеченных и вытаскиваем за счёт федеральных денег. Они должны достойно сучать зарплату, так, чтобы они сами зарабатывали и двигали дальше экономику. Вот это пока у меня, вот здесь вопрос остается. Хорошо. Касаемо бизнеса, Владимир Борисович, ну, я думаю, наверное, вам эта проблематика близка в связи с тем, что вы ещё в одной ипостаси один из руководителей регионального отделения деловой России, насколько я помню, да, поэтому вы, наверное, всё-таки тут держите руку на пульсе и владеете информацией, как на сегодня обстоят дела в бизнес-сообществе. Нет, тут подошёл бы даже с несколько другой, может быть, неожиданной точки зрения, рассмотрев прежде всего не бизнес, не экономику, а политическую ситуацию, потому что заявления руководителя государства, они же очень много и в политическом смысле значат, потому что недаром сейчас обсуждают ситуацию, что это изменение полномочий президента, изменение полномочий Государственной Думы, изменение полномочий Совета Федерации и так далее, и так далее. Президент чётко обозначил, что у нас форма остаётся президентской республикой, несмотря на то, что определённый кренф распределения полномочий произошёл. Да, полномочия передаются. Что это значит? Пока нет ещё. Пока нет. Ну, передаются частично. У нас же не будет всеобщего голосования по этой реформе. У нас не референдум, у нас голосование. Ну, сегодня, я насколько понимаю, и где речь идёт о голосовании по принципу Совета Федерации, Государственной Думы, региональные ЗАГС-собрания. То есть, полномочий президента не будет. Однако президент как бы обозначил, что нужно услышать мнение граждан. Конечно. Каким образом это будет? Граждане скажут это мнение через общественные организации, через ЗАГС-собрания, через тех делегированных полномочных представителей, которые сегодня в рабочей группе по изменению к наитуции. То есть, форма есть непосредственность и через представителей, да? Мне кажется, да. Пока не очень понятно, да, какая это будет форма. Но, я к чему это говорю всё. Для бизнеса важна стабильность. Стабильность мы получим тогда, вот на коротком моменте, когда будет понимание, что меняется в Конституции, что в итоге произойдёт в судебной системе, какие полномочия останутся у президента, какие полномочия перейдут в Советы Федерации, какие в Госдуме, будут ли выборы президента, которые раньше срока пройдут, такое же тоже возможно в связи с изменением полномочий. Если на все эти вопросы будут даны чёткие и понятные ответы, тогда для бизнеса ситуация будет позитивно стабильной. Изменения в правительстве сегодня воспринимаются с положительной точки зрения. Несмотря на то, что Мишустин – жёсткий руководитель, но он, как говорят, руководитель справедливый. И та ситуация, которая сегодня есть налоговая инспекция, которая его детище фактически, это говорит о... В принципе, внедрена налоговая ставка с кадастровой стоимостью, как мы понимаем. — Сергей, тут важнее даже то, что работа налоговой инспекции сегодня очень понятна предпринимателю, очень понятна бизнесу. Что было раньше? Могла прийти налоговая инспекция к юрлицу и начинать проверять всё от начала до конца, потом попросить денег, в итоге... — Вот именно в этой связи мы с вами помним, ещё в бытность Медведева президентом Российской Федерации звучали громкие призывы. Не кошмарьте бизнес. Эти призывы звучат до сих пор, но бизнес, как мы видим, укошивается и ожидает, скажем так, чего-то ещё. — Коррупция налогов меньше стала гораздо. Это всё видит. — Да? — Прекрасно. — Так вот, цифровизация, которая реализована в налоговой инспекции, это позитивный момент. И тот системный подход, рисковый подход, который сегодня проповедует налоговая инспекция, он тоже воспринимается бизнесом как позитивный. Если ты ведёшь легальный бизнес, то ты понимаешь, что вот они критерии, по которым к тебе налоговая инспекция может предъявить претензии, прийти, и ты будешь иметь проблемы. Если твой бизнес соответствует всем этим критериям, всё в порядке, работай, пожалуйста, дальше. И, на мой взгляд, вот эта ситуация, она достаточно позитивная. Ну, посмотрим, какие кандидатуры будут в правительстве, кто будет в Минэкономике возглавлять, кто будет в Министерство транспорта. Мне кажется, если будут новые люди, если они будут интересны, достойны, понятны, интересны, я имею в виду, с профессиональной точки зрения, то для нас, я имею в виду предпринимателей, наверное, это будет позитивный момент. В целом, правильно я понял, что бизнес-сообщество определило для себя некое направление тренда уже нового премьера, да, и, соответственно, в целом воспринимает эти изменения как положительные. Надежда. С надеждой на положительные изменения, исходя из того, что сегодня пока ситуация на 100% неясна. Как только она будет отранжирована, что называется, во всех направлениях, которые мы сейчас обсуждаем, то, я считаю, это будет позитивный момент. И, опять же, реализация национальных проектов, которые должны быть допущены местные предприниматели. Вот сегодня реализуется национальный проект по безопасным дорогам. Должны в этом проекте участвовать местные предприниматели, те же самые тверские предприниматели. Да, по тем критериям, которые заложены в реализации этого проекта, но они должны иметь такую возможность. И точно так же во всех остальных проектах. Тогда бизнес будет развиваться, тогда будут какие-то потенциальные изменения, позитивные. Но мы все ждем тех институциональных изменений, о которых, собственно, заявлено. То есть более ощутимой конкретики, которая позволит ощутить уже, скажем, реальность какого-то проекта. Мне кажется, и бизнес, и все общество сейчас замерло в таком ожидании, ждут первых шагов, посмотрят, насколько это будет самостоятельный премьер, будет ли он технический премьер, или это будет самостоятельный человек, которому будет даны определенные полномочия свою политику реализовывать. Он, безусловно, профессионал, но насколько он сможет развернуться уже на таком посту, потому что одно дело налоговая служба, а другое дело вся страна по всем ее направлениям работает. Все ждут, как он... То есть замерли в ожиданиях, и тем не менее ожидания связаны. Александр Анатольевич, в большей степени, вот мы говорим сейчас о расширении доступа населения к интернету. Давайте в этой части хотя бы мы с вами попытаемся разобраться, какие открываются возможности. У меня к интернету достаточно такие... Несколько консервативные отношения, потому что когда... Здесь ведь в рамках послания обозначил президент... Президент говорил немножко о другом. Я начну с того, о чем он немножко... Государственного порта, в частности. Он говорил о компьютеризации школы России, и в частности о том, что интернет вошел открытым образом во все наши образовательные учреждения. Беда заключалась уже тогда в том, что нередко, ну, например, наше педагогическое сообщество выступало за то, чтобы интернет был закрыт, чтобы мы открывали лучшие, нужные сайты образовательных порталов для детей, а необходимые закрывали. Но правительство Медведева стояло на совершенно противоположной... на противоположной позиции. Медведев нередко говорил, что интернет должен быть открытым, но должны быть фильтры. Фильтр контента. Специалисты говорили, что никакой фильтр контента не может обеспечить безопасность нашего ребенка. И вот если такая позиция как бы будет продолжаться, немножко, я бы сказал, немножко, ну, как бы сказать, безответственная, то тогда введение интернета по всей стране, бесконтрольного интернета, может привести не только к позитивным каким-то сдвигам, но и за собой понести очень неприятные... Обратные изменения. Очень неприятные, да, наполнения контента неприятными моментами для нашего населения. Наше население сегодня не заинтересовано, я думаю, что в эскалации насилия и так далее. Но интернет сам по себе агрессивная среда. Ты не хочешь, а он тебе может навязывать эти неприятные моменты. Ну, вот лично я услышал в послании президента следующее, что это возможность информационная, в первую очередь, и возможность связи вот такого контента. Потому что доступ к порталам государственных услуг позволит, во-первых, не платить гражданам за саму эту функцию, опцию. Бесплатно. Поэтому, понимаете, я вот все-таки услышал, что вот эти нововведения... Я о своем наполевшем говорю, но президент, конечно, видит ситуацию... Они ведь не только на уровне школ будут рассматривать вот эти коррективы, но и в рамках того, чтобы сделать более доступным пакет государственных услуг для всех граждан страны. И вот в этом ключе я это воспринимаю как... Это мировой паренцер. Все-таки позитивное направление... Цифровизация. ...без цифры не может вообще уже, наверное, никто, особенно житель городов. Мне кажется, значение Мишустина как раз в том числе с этим связано. Потому что, если ему удалось в рамках ФНС реализовать проект цифровизации, причем от лидера среди остальных министерств, то он может, соответственно, реализовать это в рамках и деятельности всего правительства, что называется... Вот мы сейчас еще не коснулись очень важного аспекта, но я думаю, наверное, вот через призму заинтересованности жителей Верхневожья сложно будет его оценивать, а речь идет о изменении в Конституцию. Ведь будет изменяться статус Государственного Совета, как мы с вами понимаем. Наверное, очень интересная новелла заключалась в следующем, что все-таки прокуроров будут утверждать уже на уровне Совфеда, а не в законодательных собраниях регионов, что позволит существенно избавиться от возможности каких-то там, скажем, обязательств перед местными властями, как было сформулировано в послании. От куморства? Ну, куморства уж не знаю. Далее, утверждаться будет премьер и, соответственно, все ключевые должности заместителей премьера, министры уже не согласовываться, а именно утверждаться. Но в то же время сохраняется возможность, о чем сказал президент, что именно сохранение президентской республики по утрате доверия либо по иным основаниям президент сохраняет за собой возможность отстранения от должности всех вышеперечисленных фигур, начиная с премьера и министров. Вот, наверное, очень важный посыл был озвучен, когда было сказано, что высшие должностные лица, в том числе высшие должностные лица регионов, сенаторы, депутаты Государственной Думы, министры не должны иметь второго гражданства либо вид на жительство. В интернете уже такая шутка прошла, что в связи с этим правительство ушло в отставку. Вот как раз. Я не знаю, насколько там в каждой шутке есть доля шутки, как мы знаем, но, тем не менее, наверное, все-таки совершенно верно это было озвучено, и я понимаю, что часть вот этих норм, они уже заложены в действующем законодательстве. Сергей, нам все-таки самое главное навело, как вы говорите, это то, что восстанавливает суверенитет нашей Конституции, нашей страны. Нормы, которые противоречат нашей Конституции, международной, они не действуют на нашей территории. И это работает во всех странах, кроме у нас. Это так называемая колониальная Конституция, которая у нас работала. И то, что президент сейчас вернул нашей стране суверенитет в юридическом плане, это самое важное. А то, что кто-то там не соответствует, в принципе, об этом уже давно говорят. У нас был обозначен приоритет международный, приоритет национальных законов. И вот это самое главное, наверное, что донесли. Не отразится это негативно, не будет там нарушена. Почему-то в Англии Конституции нету, в Америке Конституция Америки, она имеет превалирующее значение, во всех странах ЕС тоже, а мы почему-то должны давать предпочтение международным нормам. Везде работает все по-другому. У нас с вами была чисто колониальная Конституция, навязанная нам, естественно, нашими партнерами из-за обежа. Именно навязанная. Вы же вспомните 93-й год. 93-й год это грустная история. Мне кажется, сейчас зрители от нас ждут именно вот как мы реагируем на те посылы президента в социальный вопрос. Очень важные посылы то, что будет закреплена конституционная норма обязанности оплаты труда не ниже проживочного минимума. Очень важные нормы я считаю индексация пенсий для пенсионеров. Конечно. Вот эти вопросы в основном мне интересуются. То есть, вот эти конституционные закрепления этих норм, наверное, все-таки они действительно будут позитивно восприняты и люди их ждут. Были периоды действительно, когда не было гарантий того, что пенсионные выплаты будут проиндексированы. Теперь на уровне послания президента это озвучено и я думаю, что в ближайшее время этот пакет изменений мы с вами сможем увидеть. Естественно, он пока обсуждается в рабочей группе, которая уже сформирована, а потом они станут, наверное, общедоступными и мы сможем на них уже прореагировать. Я так полагаю. Пока не очень, может быть, ясно, но я думаю, что все-таки будет какая-то предусмотрена возможность всенародного волеизъявления на предмет принятия этих изменений. Но мне так почему-то кажется, потому что, насколько я услышал, это, может быть, будет не такое, скажем, голосование через представителей, а может быть, все-таки это будет какое-то прямое волеизъявление. Пока заявлено, это как голосование, именно не как референдум. Может быть, что-то изменится по итогам рабочей группы. Хотя эти механизмы голосования, наверное, очень слабо прописаны. Конституция обычно принимает на референдуме. Поэтому, скорее всего, будут элементы. Сергей Евгеньевич, здесь не идет речь о принятии новой конституции. Нет, изменения. Речь идет об изменениях в конституции. Вадим, надо отдать должное, президент сразу обозначил, что новой конституции не будет. Он это очень четко сказал. И те изменения, которые он озвучил, он назвал их не глобальными. Поэтому, посмотрим, как рабочая группа... на свободы и гарантии граждан посягательств как бы так не происходит, да? Он в главу поставил угла то, что не должно произойти ухудшения или попрания какого-то. Может, только улучшение, только в сторону улучшения, расширения свободы. Кстати говоря, что касается, вот мы говорили о региональных органах власти, предполагать, что немножко будет роль губернаторов увеличена, то есть им большие полномочия будут даны. Я еще хотел сказать, вы сейчас сказали про то, что прожиточные минимумы. Вот это тоже очень важный момент. Дело в том, что все вот эти льготы, все вот эти меры вспоможения, они все привязаны к прожиточным минимумам. Это очень важно. Прожиточный минимум, он немножко разный в разных регионах. Мы знаем, что, например, столичный вдвое отличается практически от нашего. Ну и по разным регионам они примерно одинаковые, но все-таки отличаются. В нашем регионе трудоспособное население это 12 130 рублей прожиточный минимум по детям. 11 тысяч здесь мы примерно как и другие регионы выглядим. И вот от этого, как говорится, и будем танцевать. То есть все вот эти выплаты, доплаты, но при этом они будут отталкиваться от этой суммы. Но при этом надо сказать, что у нас в регионе есть региональные доплаты для многодетных семей. Мы знаем, что уже с вот этого нового года учебного 5 тысяч будет детям выделяться из молодых. В том числе многодетные освобождены решением губернатора от уплаты налога, и транспорт, и утилизацию мусорного налога, и мусорных сборов за утилизацию мусора. И вот эти доплаты и на питание есть, ну и другие есть доплаты в регионе. Мы их рассматриваем. Но президент обозначил, что вот вновь вводимые увеличения социальных гарантий, они не будут менять или прекращению ранее принятых региональных норм на поддержку этих категорий. Так? Да, да. Такой быташки перегибы были. Дикий совершенно случай, когда пенсионерки заменяли одну норму другой, она еще чуть ли не должна оставалась в результате государства, потому что она получала по прошлой больше. Но сейчас идет речь еще о том, что нужно сильно выравнивать бюджеты регионов, потому что очень разные бюджетные возможности. Почти все инициативы, даже на уровне, ну на начальном уровне городского парламента, они почти все на 90 процентов связаны с финансированием. Почти везде требуются деньги, будь то ремонт школьных стадионов, их реконструкция, будь то улучшение там городской среды, доступной среды и так далее, почти все это требует деньги. Очень редко какая-то инициатива, где можно просто проголосовать за или против, и не надо ничего платить в результате. Почти везде нужны деньги, а деньги мы знаем, что бюджет очень дефицитный у нас, и городской бюджет, и областной тоже. Подождите, подождите, областной бюджет профицитный. Дело в том, что да, потому что это низкие потребности, то есть заранее заявлены. Вообще, конечно, они на самом деле очень большие у нас регионы, если и у города, если мы будем все их пытаться закрывать. Просто мы как бы жизнь стремимся по средствам, это правильно, конечно, чтобы не наращивать долги и так далее, это правильная политика. Но реально, конечно, то есть нужно, я еще раз говорю, работать над тем, чтобы заработала экономика, и нам в регионе, в нашем и в городе предстоит очень много в этом плане поработать. Ну, я думаю, что на уровне города в первую очередь, наверное, очень позитивно будут восприняты вот те изменения, которые повлекут возможность питания школьников с первого по четвертый класс. Вот это, наверное, очень важно, это очень серьезно. Конечно, вот если мы возьмем с вами Индию, там количество школьников, оно немножко побольше, чем население всей нашей страны, порядка 150 миллионов, и там осуществляется, несмотря на то, что это страна, школьное питание во всех классах, поэтому, представляете, насколько важно государству помогать школьникам. Если это только рис, там, то это все зависит от Индии. Нет, давайте к нашим реалиям лучше, да. Индии. Это важный очень момент. Вот, и вы знаете, все можно немножко и подшельмовать, то есть можно на бумаге написать, что питание организовано, но если в молочном, например, супе встречается свежая капуста, это норма, и такую норму мы не видим ни в одной семье, а школа спокойно это закрывает тему, то, понимаете, это, конечно, недопустимо. И поэтому я думаю, что президент не случайно сказал, вот он через несколько, через долю секунды сказал, но качественный, качественный. И я думаю, что нам с вами, коллега, вот нам, палатам, как раз предстоит большая работа по мониторингу, по общественному контролю. Вот это очень важно, как раз отследить. А как будут реализовываться послания президента, потому что все можно превратить, извините, в цирка фарс. А что очень четко президент сформулировал, что, допустим, контрольная функция по ФАПам возлагаться будет на Народный фрон, да, мы знаем, что вот вокруг ФАПов разные складываются муниципалитеты. Поэтому очень... У нас же такой опыт есть уже, например, по нацпроектам мы же формировали рабочие группы, которые принимали результаты деятельности, работ, вместе с администрацией, с депутатами, с главами. Губернатор давно ведет эту работу. Это нормально. Это большая история. понимаешь, то, что там в бюджете городском мало денег, это не факт, что денег нет. Денег придут очень большие, огромные деньги идут сюда по нацпроектам. Ваша задача, так же, как и нам, их рациональное использование. Подготовиться к освоению. То, что здравоохранение не относится к полномочным городу, это не значит, что вы не должны контролировать свои больницы, где вы лечитесь, свои поликлиники, трампунты, которые... Вы должны просто осуществлять контроль. И губернатор сейчас дал полный вам карт-бланш. Пожалуйста, муниципалитеты, занимайтесь, контролируйте, а деньги к вам придут. Важно, чтобы их не украли, потратили на то, что нужно. И будут как раз главы вместе с депутатами должны контролировать расходование этих средств. А деньги идут огромные, нам не успеть их потратить даже. Мы ждем, чтобы они пришли и действительно, чтобы они не вернулись. Чтобы мы действительно освоили максимум. Очень важно, чтобы от них наступил положительный эффект, а то ведь все-таки средства направляются, но от них никто не сможет. Надо сказать, что положительный эффект и есть. Например, 10 числа школу ввели на 1200 мест в Барусилово. Мы там встречались с коллегами, но школа современная, хорошая, отличная. Администрация следила за стройкой, как это работал подрядчик, то есть есть положительные примеры. Все зависит от местных властей. Понятно, хочется быстрее и больше, но не бывает все сразу. Мы тоже учимся, мы тоже тренируемся, но сегодня уже есть результаты, о которых можно говорить. К сожалению, не всегда так бывает хорошо, потому что есть в области просадки и в городе постройки тех же самых социальных объектов. Торопецкий детский сад, на слуху у всех, который вовремя не введен в эксплуатацию. Безусловно, бывает, но это не значит, что все плохо. Это значит, что да, вот у нас есть четкое понимание, есть четкие планы, мы должны все вместе на своем уровне участвовать и в реализации, и в контроле, и в исполнении этих проектов. Ну и область очень много делает в социальных вопросах. Мы создали министерство, губернатор создал министерство, демография. Еще только в стране об этом начали говорить, еще не было послание. Уже министерство заработало. Чем, кстати, оно будет заниматься? Оно уже занималось. В конце года мы приняли массу льгот для этих, для людей, попавших в тяжелое экономическое положение, для многодетных. Очень много льгот уже есть региональных, которые не хуже федеральных. И то, что президент об этом говорит, значит, мы на правильном пути. А сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. И что ж, время нашей программы вот так очень быстро подходит к завершению. В конце я хотел бы попросить каждого из присутствующих очень коротко, там по 30-40 секунд высказаться, все-таки, как мы воспринимаем, чего ждем, и что нам надо делать самим, потому что, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай, да? Поэтому, Дмитрий, пожалуйста. Ну, я могу только повторить то, что сказал, как бы резюмировать. Действительно, вот эти деньги выделяются. Надо понимать, что это, ну, наши с вами деньги, бюджетные средства, это наш кошелек. То есть надо распорядиться ими не как то, что что-то на голову упало, нужно быстро проесть и забыть. Нет, это, конечно, нужно максимально рационально подойти. Я думаю, что, конечно, позитивный, положительный эффект будет вот по тем проектам, на которых я сосредоточился, и в плане демографической политики, ситуации исправления ее будет, потому что пока что она негативная. И в плане образования, конечно, новые возможности, объективно, конечно, не появляются новые возможности, что, в свою очередь, переводит нас на третий момент, который обратился к здравоохранению. Мы, как и говорил, ждем институциональных изменений, ждем понимания, ждем прозрачности и стабильности высших эшелонных власти и трансфера возможностей на регион, на муниципалитеты. Добавляю только к словам моих коллег, с которыми я согласен абсолютно, что на общественные палаты возлагается большая ответственная работа по общественному контролю за эффективность реализации посланий президента. Тестное взаимодействие и с общественной организацией, и с государственной властью. И с государственной властью. Сергей, ну и... Коллеги, ну я хотел бы сказать, что не надо ждать. Надо работать, не покладая сил. Денег приходит из федерального центра много по нацпроектам. Надо просто, чтобы они грамотно были потрачены на то, что нужно людям. На хорошее оборудование, на хорошие ремонты. Действительно, для того, чтобы кадры пришли в наши отрасли, социальные и прочее. И я думаю, что надо просто работать и ждать. Уже времени нет у нас. Ну, как говорил наш президент, времени на раскачку действительно нет. Вот то, что было обозначено в 16-м его послании, мы попытались с вами сегодня обсудить. Я думаю, то, как оно будет оценено в обществе, в ближайшее время мы с вами все узнаем от... из откликов, которые будут поступать от населения, в том числе, от нашей зрительской аудитории. Ну, а в заключении хочется сказать следующее. Друзья мои, все-таки действительно на Бога надейся, но сам не плашай. Наверное, надо понимать, что вот такая мана небесная, она не свалится с неба. И от того, как мы потрудимся с вами сами, будет и тот, скажем, уровень жизни и то, что мы будем иметь в итоге. Вот. Поэтому я думаю, что справедливо сказал Сергей Евгеньевич, надо, засучив рукава, начинать работать, друзья мои. Итак, это была программа «Тема дня». Оставайтесь с нами и вы всегда будете в курсе новостей.